Сургут «Нефтегаз» планирует построить три новых производственных объекта. Накануне в районной администрации прошли общественные слушания, где нефтяники защищали проекты по строительству разведочных скважин на территории Сургутского района. Камынский, Западнокамынский и Айпимский в пределах этих трех лицензионных участков компания намерена построить новые разведочные скважины. Цель бурения – это разведка, назначение скважин разведочная, способ бурения – роторный и турбинный, вид скважины – вертикальный, проектный горизонт Тюменская с видосредней дюры, проектная глубина скважины – 3050 метров. На территории трех участков акционерное общество намерено возвести и другие объекты. Это промышленная гуровая площадка, то есть технологическая площадка, площадка жилгородка и вертолетная площадка. После краткой характеристики предполагаемых производственных объектов нефтяники перешли к разделу экологии. Представители общественности интересовались проблемой транспортировки и утилизации бытовых отходов, ведь компания планирует осуществлять вывоз отходов в летний период, а так как к месту планируемых объектов можно добраться только по зимнику, у заместителя главы Сургутского района Сергея Черкашина возник соответствующий вопрос. ТБО как утилизироваться на бездорожный вывоз? Нефтяники заверили, что транспортировка бытовых отходов будет осуществляться по воздуху. То есть вы стоки эти будете в этот период, будете его возить на вертолет? Да. Дорогу в удовольствие. В итоге слушатели пришли к выводу, что воздействие трёх промышленных объектов Сургутнефтегаза характеризуется как допустимое, и компания обеспечивает соблюдение нормативов качества окружающей среды. После выступлений присутствующие приступили к осмотру документации. Оказалось, что нет нескольких экономических соглашений о возмещении ущерба скаленными жителями. Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда списочное у нас больше, чем именно согласование. И вот сейчас просто в рабочем режиме ещё дополнительно выяснить, может это просто описано, может где-то документы не вложили. Если всё вложено, то практически слушания состоялись с положительными заключениями. Проекты получили одобрение слушателей, но без должной документации их защита недействительна. На данный момент в реестре акционерного общества не хватает трёх экономических соглашений с аборигенами. Теперь в течение нескольких дней они должны предоставить нехватающие документы о возмещении ущерба. Если в указанный срок это не произойдёт, что маловероятно, то проекты утверждены не будут. Алена Милина, Константин Алиев, телерадиокомпания «Север».